ПРОТИВОСТОЯНИЕ Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Гитлер хотел захватить важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополье, прорваться к кавказской нефти. Но Красная армия оказала отчаянное сопротивление. Постепенно победа над городом стала главной целью всей кампании вермахта. Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый удар по городским кварталам. В окне пожарищ погибло более 40 тысяч сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. По словам очевидцев, происходящее напоминало настоящий ад. Подробности тех событий по рассказам родственников знает Галина Демчук, председатель Совета ветеранов промышленного района Самары. У меня дядя воевал именно под Сталинградом. Он был там ранен. Его подлечили, и он опять воевал. И он воевал до победы. Мы сегодня пришли с ветеранами в этот великий день, святой, священный день. Я считаю, что он самый первый священный день среди череды победы нашей. И мы, конечно, пришли поклониться, потому что Сталинградская битва, она живет в сердцах каждого жителя. Мне кажется, независимо от того, какой возраст. Я от всех ветеранов города поздравляю все население нашего города, нашей области с этим замечательным праздником, потому что практически в этот день, в этот момент прошел перелом Великой Отечественной войны, и наши войска стали гнать фашистов с нашей земли. Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев Курган. Высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги немецким частям оставалось пройти всего 150-200 метров, но они так и не смогли этого сделать. Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года полной победой советских войск.